По 7 каверзных вопросов и разойдёмся. Итак, первый, Игорь, в финал вышел ты, поэтому первый вопрос тебе. Веришь ли ты, что как учителя не корми, а он всё равно двойки на уроках ставит? Да. Веришь ли ты, правильно делаешь, ещё дать ноль в твоё путь? Он мне тоже такой вопрос. Давай, сейчас полевче. Саша, вопрос тебе. Веришь ли ты, что Александр Сергеевич Пушкин с детства любил не только народные сказки, но и матерные частушки, которые ему пела Арина Родионова? Я бы даже добавил, что он ещё любил, и что делала с ним Арина Родионовна, конечно, верю. Веришь, а зря. Игорь, вопрос тебе. Веришь ли ты, что во Франции выпущены таблетки, которые продлевают беременность? Например, если вы на шестом месяце, съедаешь таблетку, и как бы уже на четвёртом. Понимаешь, то есть есть женщины, которые балдеют от беременности. Им не хочется рожать через 9 месяцев, они как бы ещё хотят удовольствие протянуть. Ну, им нравится ходить вот, да? Не, не, не верю. Не веришь, и правильно делаешь, счёт 20. Я бы тоже так задавали тут, но не нравится. Саша, вопрос тебе. Веришь ли ты, что российские астрономы сделали интересное открытие, что неприятный запах, который ощущают жители европейской части страны, связан с прохождением Земли непосредственно под хвостом очередной кометы? Поэтому как бы вот на Земле такой запах с сероводородом пахнет, а это комета прошла. Ну, вот это да, я не верю, конечно. Не веришь, и правильно делаешь. О, ну, слава богу. Счёт 2.1 в пользу Игоря. Игорь, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что Иван Грозный, царь Иван Грозный, не любил бояр только потому, что в слове боярин 6 букв, а в слове царь 4? И поэтому он их... Нет, не верю. Не веришь, и правильно делаешь, ещё 3.1 в твою пользу. Нет, не верю. Саша, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что в фирменных магазинах Барби, помимо различных наименований кукол Барби, есть кукла под названием Барби Разведённая? Да, конечно. Веришь, а зря. Чёт 3.1 в пользу Игоря. Заивность подводит моя. Игорь, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что люди, которые делают утреннюю гимнастику, умирают гораздо реже, потому что их гораздо меньше? Нет, не верю. Так, люди... Не верю. Не верю, а это действительно... Люди, которые делают утреннюю гимнастику, умирают гораздо реже, потому что их гораздо меньше, потому что ведь больше людей как раз не делают гимнастику. Нет, это сложно, я на компьютере. Это я понимаю, я понимаю, что я запутал. Всё, по-моему, 3.1 в твою пользу. Саша, вопрос к тебе. И веришь ли ты, что в Петербурге выпущен путеводитель, да, путеводитель по городу для бомжей? То есть вот бомжи, они там идут по этому путеводитель, знают, где поесть, знают, где поесть. Андрюха говорит, нет, нет, нет. Не веришь? А это действительно так. Подставил меня. И подставил. А держатки. 4.1 в пользу Игоря. Игорь, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что в Англии, в Англии, в середине 18 века в моде были стули с одним подлокотником? Таким образом англичане хотели выпендриться от всего остального мира. То есть стул с одним подлокотником. Представляешь, вот так вот садился англичанин, только левого не было, только правый. И он так на правой сидит. Давай так, верю. Веришь и правильно делаешь, потому что шпагу, там же шпагу носили, и чтобы шпага не мешала, действительно левой сносили. Счет 4.1 в твою пользу. Саша, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что первое слово, которое произносит в своей жизни чикотский ребенок, это «однако». Естественно, по-чикотски. Он по-чикотски, «однако». Я не верю. Не веришь и правильно делаешь, счет 4.2 в пользу Игоря. Игорь, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что слово «писатель» по-сербски звучит как «писыч»? Да. Веришь? А зря. Он еще по-прежнему 4.2 в твою пользу. Саша, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что с будущего года можно будет купить мобильный телефон для своих братьев меньших, то есть для коньшек и собак, и позвонить им с любого конца города или света и успокоить, сказать ласковые слова. То есть у котика, вот там, за границей, сейчас уже хозяева уезжают, там в отпуск, они своему покупают котику такой маленький мобильный телефон или собачки и звонят ему там, например, с канарой, говорят, «Пушок?» Да. Как у тебя дела? Я не верю. Не веришь ли ты, действительно? Я верю. Я где-то слышал. Игорь, вопрос к тебе. Веришь ли ты, что тренер одной из футбольных команд в Германии следующим образом разогревает своих футболистов перед матчем. Он привязывает их в раздевалки к скамейкам, после чего появляется стриптизерша, которая исполняет свой номер после всего футболистов, выпускает на поле. Говорят, что в первом тайме они очень агрессивны. Во втором, в перерыве им специально не подсказывают, потому что уже во втором тайме они иначе после этой стриптизерши уже отдыхают. А вот в первом они вот трудятся на поле, как умалишенные. Может быть, это и неправда, но мне бы очень хотелось, чтобы это было правдой. Веришь и правильно делаешь, действительно так. В каком-то небольшом городке тренер таким образом поднимает настроение своей команде. Счет 5-2 в твою пользу. И последний вопрос, Саша, тебе. Веришь ли ты, что стоп-кадр придумали советские журналисты, у которых просто-напросто однажды закончилась пленка? Таким образом появился стоп-кадр. Не, не верю. Нет, это действительно так. Это действительно так, да. Вот такая интересная штука. Я с большим новостями прошу выяснить открутить тех телезрителей, которые сегодня поставили на карту дамы-тервей, которая помогла победить Игоря Лифанова. Пожалуйста, будьте добры. Вот, ой, как вы быстро здесь появились. Вы наверняка со спортом дружите, да? Игорь, пожалуйста, если можно, выбери любую открытку. Тут цветочки, потому что ведь спортсменам всегда вручаются... Аня, с Дедом Мороза и змеи. Ну, правильно, ведь скоро Новый год, и год змеи предстоящий. Итак, город Приморск, Ленинградской области, то есть там по направлению к финской границе. Сосновый переулок, дом 13, квартира 2, Ирина Николаевна Волохина. Мы вас поздравляем, потому что мы с большим удовольствием сейчас... Наташенька, что мы подарим Ирине Николаевне? Вот Ирине Николаевне мы подарим вот такую вот шапочку, потому что вы живете в Приморске, у вас там финский залив, у вас недалеко финская граница, у вас, в принципе, запретная зона, но наверняка вы купаетесь. И чтобы вот вас никто не узнавал, потому что те, кто живет в городе Приморске, они должны купаться в специальных шапочках. Вы вот в такой будете купаться, вы будете как фантомас. Вас точно никто не узнает, но это шапочка от знаменитой фирмы спиды. А тот, кто плавает в спиды, тот плавает всегда. Правильно, Наташа? Очень быстро. Наташа, ну самое интересное, вот вы же дружите со спортом, да? Вот я вообще, мне всегда нравится, спортсменки, они должны быть красивые, да? Правда, Саша? Ты спрашиваешь меня? Да. Верю ли я в это? Наташа, верите ли вы, что вот мы сейчас все вчетвером, да, вот все вчетвером, вам подарим весь мир, земной шар. Вот вам, за то, что вы стоите, держите вот эту вот шапочку, которая тоже как шар, конечно, эти глаза не могут собрать. Смотрите, как они смотрят на вас. Я верю, я всем верю. Верите и правильно делайте. Я с большим удовольствием от нашего спонсора даю вам вот такой вот мячик. Вы будете теперь на пляже играть в волейбол вот этим вот земным шаром. Наташа, это вам. А вы каким видом спорта? А вы называйте, причастуйте. Давайте, 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 сейчас мы вам попробуем. Давайте попробуйте проехать на нашем велосипеде, а, Наташа? Легко. Легко. Смотрите, сейчас мы увидим, как Наташа поедет на велосипеде, на котором теперь будет ездить. Что, а, вы вместе с подставкой поехали? Так, а это куда мы ее деваем-то? А, сейчас одну секундочку снимаем. Итак, Наташа, значит, Саша, Саша, это же теперь твой велосипед. Поэтому, пожалуйста, помоги Наташе сесть на велосипед. Наташа. Смотрите, на раму. А может, может, скажи, что... Так, на раму, на раму. Вот, я так и знал, что этим кончится. Итак, вот потихонечку, вы видите, Алиса, да не туда. По кругу. Как я мечтал, так, когда учился в школе, покатать свою первую любовь. А двумя слабо ногами. Итак, а так они, по-моему, и будут кататься. Итак, очаровательная девушка Наташа с известным в нашем городе Казановой Александром Лыковым катаются на его велосипеде от нашего спонсора, от магазина «Спортмастер», который находится на Московском проспекте. Здесь и в этом магазине есть все для спорта. То есть, каким бы спортом вы ни занимались, там есть буквально для любого. И хоккей, и большой теннис, и кимоно, и горнолыжный спорт, и бильярд. Любой вид спорта, и вы найдете инвентарь и спортивную одежду, чтобы всегда у теннисной сетки, даже если вы не играете, вы выйдете и просто красиво постоите. Знаешь, чего не хватало? Скутера вот этого, который раньше называли самокатом. Зюк! На самокате, да? Да. Игорь, ты сегодня... А Наташа, а где Наташа-то? Наташа, это же ваша! Наташа одурманена Александром Лыковым, она просто ушла и забыла все забрать, Александр. Спасибо, спасибо вам большое. Ну, красивоишься, правда? Правда! Правда, спасибо, Наташа, спасибо, Александр. Игорь, тебе за первое место в нашем сегодняшнем блевклубе от нашего спонсора, а я еще раз напоминаю, это магазин, спортивный супермаркет на Московском проспекте 10. Класс, да, спортмастер. Я с большим удовольствием. Но это просто сейчас в моде. Ты знаешь, да? Вот, Владимир Владимирович ждет поединка с тобой. У тебя пока, извини, черного пояса нет, но это тебе. И кроме того, для того, чтобы вы с ним все-таки когда-нибудь встретились, на каком-нибудь горнолыжном курорте, я с большим удовольствием, от магазина спортмастер, вот эти вот лыжи, вот эти вот палки, вот эти вот ботинки, вот эти вот ботинки, это все тебе. При таком дожде, господи, когда снег. А если, а если, а если ты не будешь заниматься спортом, то ты будешь вот таким ленивым и вот таким толстым, как этот тюлень. От рекламного агентства «Постер» это тебе. Итак, я с большим удовольствием представляю тех, кто, мало того, что очень популярен, национально известен, хорошо знаком по всем любимым сериалам. «Улицы разбитых фонарей», «Менты», «Бандитский Петербург», «Убойная сила». Агент национально безопасен, потому что вы снимались, по-моему, во всех этих сериалах. Ребята, и большое вам за это спасибо. Я представляю тех игроков, которые сегодня играли в Блейклубе, что самое интересное, в прошлом они известные спортсмены. Андрей Федорцов. Александр Лыков. Спасибо. И Игорь Лифанов. Ну, дорогие друзья, до Нового года осталась одна неделя, поэтому покупайте, покупайте спортивные подарки в магазине «Спортмастер» на московском 10. Всего вам доброго, до следующего воскресенья. Мы встретимся с вами буквально накануне Нового года, 31 декабря. Всего вам доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok